Всем привет! Меня зовут Почтовый Сергей, я являюсь экспертом по технике в компании ЛБР. Мы находимся на Смоленском филиале и у нас сегодня на обзоре будут грабли КАДИ-10. Перед нами грабли КАДИ-10 в обозначении, имеют 10 рабочих колес, 5 левых, 5 правых, и центральное колесо. Данные грабли оснащены центральным колесом. Грабли имеют V-образную конструкцию, то есть имеют левое крыло и правое крыло. Данные грабли могут разбивать волок, сгребать, вырошить и разбрасывать. Модельный ряд данных граблей представлен КАДИ-8, это 5,4 метра ширина захвата. КАДИ-10, который сегодня у нас на обзоре, это 6,4 метра ширина захвата. И есть еще КАДИ-12, это соответственно будет 7,4 метра ширина захвата. А теперь предлагаю на примере граблей КАДИ-10 подробнее познакомиться с конструкцией данных граблей, их преимуществами и особенностями. И начнем мы с гидравлики. Подъем и опускание рабочих органов, то есть перевод из рабочего транспортного и наоборот, у нас производится гидравликой, что облегчает соответственно труд. На данных граблях у нас установлено два гидроцилиндра на подъем и опускание правого и левого крыла. Также установлен гидроцилиндр и на подъем и опускание центрального колеса, о котором мы чуть позже поговорим. Ширина волка у нас регулируется путем поворота крыла. Достаем болт, поворачиваем крыло, устанавливаем на необходимое отверстие. Тем самым мы, смещая крыло, мы либо подводим друг к дружке последние сгребающие колеса, либо разводим. Все зависит от того, каким прессом вы будете потом работать и какая ширина захвата у пресса. Если там допустим 1,4 метра, соответственно ставим на самое крайнее положение. Если ширина захвата там 1,8-2 метра, соответственно разводим, чтобы меньше давать нагрузку на сами колеса. Еще воздействие самих рабочих колес, соответственно и копирование у нас производится путем перестановки и натягивания данных пружин. То есть, соответственно, сейчас у нас наиболее активно воздействуют грабли на материал. Это для работы, допустим, с подвяленной травой при заготовке сеножа. Если мы будем работать уже с сеном, либо соломой, соответственно мы будем перемещать и натягивать пружины, и, соответственно, снижать воздействие самого крыла на почву. Эта регулировка нам обеспечивает наименьшую засоренность убираемого корма, либо сена, либо солому, может быть. Обеспечивает наименьшую засоренность почвой. Особенно в отличие от роторных граблей. Данные грабли у них преимущество в том, что они меньше засоряют корм, меньше засоряют сено и солому землей. Еще хотелось бы отметить, что данные грабли оборудованы центральным колесом и системой его подъема. Для чего оно нам нужно? Центральное колесо обеспечивает работу в мертвой зоне, там, где грабли основные колеса не берут. Нам это необходимо для того, чтобы ускорить время сушки, также облегчить работу уже подборщику пресса. Поэтому, по возможности, приобретайте грабли с центральным колесом. Отдельно хотелось бы отметить, самое главное в данных граблях это рабочий зуб сгребания. Здесь он сделан с довольно-таки серьезной пружинной стали, то есть, как мы видим, зуб у нас возвращается назад, ничего не ломается. Работают они долго, эффективно, не разгинает их, ничего. Но, в случае повреждения, во-первых, они у нас есть всегда на складах, во-вторых, они очень легко меняются. То есть, мы снимаем вот эту пластину, откручиваем две гаечки, снимаем эту пластину, достаем зуб, вставляем новый и продолжаем работать дальше. Еще на что обращают наши клиенты внимание, это ступицы. Здесь ступица находится на шариковых подшипниках, в отличие от других конструкций, где стоят просто втулки. Подшипники здесь обслуживаемые, то есть, у нас имеется масленка, что, продлевая строк службы, соответственно, данных подшипников и данных узлов, сокращает расходы на простой и на замену там втулок, допустим. Отдельно хотелось бы отметить систему копирования данных граблей, благодаря чему каждое колесо работает в своей плоскости и отдельно. То есть, благодаря чему наш материал не засыряется почвой, и наш материал остается чистым. Кронштейн крыла находится на собственной оси поворота, также каждое колесо находится на своей оси поворота. То есть, благодаря этому колеса работают каждый в своей плоскости. Благодаря данным граблям получается чистый корм. Благодаря низкому потреблению мощности данных граблей, мы, соответственно, экономим на топливе. А если мы берем грабли, допустим, с захватом 7,4 метра, то мы спокойно можем работать тракторами от 40 лошадиных сил. Грабли позволяют экономить не только ресурсы, но еще и время, поскольку ломаться особо-то здесь нечему. Итак, подытожим. Грабли довольно-таки простые. Простые в эксплуатации. Не имеют карданных валов, самое главное. Не имеют каких-то там сложных узлов, редукторов. Легко и просто их эксплуатировать. Соответственно, минимум простоев по данным граблям. Что еще хотелось сказать. Данные грабли могут спокойно работать с тракторами от 40 лошадиных сил. То есть, это низкий расход топлива. Грабли отлично работают по сену, по соломе, по сенажу. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал, жмем на колокольчик. Также подписываемся на Телеграм, ВКонтакте, оставляем комментарии. С вами был Почтовый Сергей. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин